Взрослые люди снова сели за конспекты. В Саратове завершились курсы по руководству многоквартирными домами. Их не первый год проводит Союз управляющих организаций области совместно с Министерством строительства и ЖКХ. Три недели собственники жилья и управленцы разбирались в коммунальных тонкостях. Кстати, совершенно бесплатно. Рассматривали такие вопросы, как правильность проведения собраний, как в очной, так и в заочной форме. Какие бывают формы управления квартирным домом. Потом, как рассчитывают платежи за тепло. Какие постановления правительства последние. Собственники очень активны после каждого занятия. Просто вал вопросов был. И по истечению занятий, где в течение часа мы еще оставались и отвечали на все вопросы собственника. Показания счетчиков, расположение коммунальных сетей, казалось бы, простые вещи. Но, как говорят на семинарах, у некоторых трудности даже с этим. Поэтому курсы оказались настоящим спасением. Преподаватели, специалисты Министерства ЖКХ и юристы разложили все по полочкам. Даже, допустим, председатель ТСЖ отдельный, который прошли у нас обучение, им это здорово помогло. Но туда зачастую попадают люди, ну, или по выбору собственников. То есть они не имеют специального образования. И это, в общем, большая проблема. Разбираться в современных законах не так уж и просто, говорят организаторы курсов. Поэтому примерно в сентябре в Саратове откроют консультационный пункт. Тонкости капитального ремонта, начисление платежей за коммунальные услуги, многое другое. Отбой от посетителей у специалистов, скорее всего, не будет. Кристина Трушина, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Кристина Трушина, Алексей Чудин. Новости.